Программа Action Glory предназначена для работы с экшенами, операциями, программой Photoshop. Основное отличие от других похожих программ, то что Action Glory может работать с любой версией программы Photoshop. 32 бита, 64 бита, русской, английской, немецкой, китайской, любой. Также она не является расширением для программы Photoshop, и поэтому не требует для установки никаких менеджеров адобовских, ничего. Это независимая программа, она просто работает с программой Photoshop, то есть совершенно отдельно. Итак, скачиваем архив, распаковываем, извлеченный файл запускаем от имени администратора. Нажимаем кнопку установить. Все, программа установлена. Установка занимает пара секунд буквально. Запускаем. Все, панель у нас готова. Теперь запускаем наш Photoshop. Чтобы программа Action Glory могла работать с экшенами, нужно прописать экшены под кнопки. Открываем панель экшенов операции. Вот, для примера взял мои экшены. У вас может быть свой набор, абсолютно любой. То есть нажимаем кнопочку с буквой N. Дальше. Два раза кликаем по набору. Копируем имя набора. И вставляем в первую строчку. Все. Дальше берем операцию, которую нам нужно прикрепить. Допустим, у меня виньетка. Ну, разы кликаем. Копируем. И вставляем. Нажимаем применить. После этого кнопочка подписалась названием операции. Все. В принципе, готово. Вот, например, одной кнопочке я показал, как это делается. Открываем изображение. И нажимаем кнопочку. Все. Экшен у нас работает. Также можно увеличить количество кнопок. Для этого нажимаем плюсик. Так, стало 11. 12. 13. 14. Ну и так далее. Каждую кнопку можно прикрепить к экшену. Далее. Можно переместить панель в любое удобное для вас место. Ну, допустим, вот здесь. Сюда. После этого. После закрытия панели. Открываем ее. И она в этом месте будет у вас сохранена. То есть, она запоминает место расположения свое. Автоматически. Также она прикрепилась к этому фотошопу. То есть, когда мы его закроем. Закроем программу. Выключим компьютер. И включим на следующий день. То мы, запуская программу Action Glory. Сразу она откроет нам фотошоп и будет в том месте, куда мы ее расположили. Если вы хотите использовать другую программу, то просто закрываем вашу версию фотошоп. Открываем другую версию. Ну, допустим, вот у меня СИП 2015 есть. Открыли. Все. В принципе, она уже готова к работе. Открываем изображение. И применяем. Все. Единственное условие, чтобы программа работала нормально, нужно, чтобы Action'ы, ваши операции были установлены в системе. То есть, вот здесь, как установить Action'ы в программу фотошоп. В интернете много, как бы, уроков по этому вопросу. Ну, покажу. Вот, нажимаете вот это. Значит, значок. Загрузить операцию. И указываете операцию, которую нужно загрузить. Все. Вот она прописалась. И также вы ее можете прописать под кнопку. То есть, нажимаете. Имя набора. Копируем. Нажимаем кнопку N. Вставляем верхнюю строчку. Нажимаем. Номер операции. То есть, Action. Копируем. Вставляем во вторую строчку. Все. Вот она прописалась. Можем применить. Все работает. Также, значит, можно, значит, сбросить настройки, нажав кнопку R. Она встала по умолчанию, сбросила все. Но, если вдруг вы в чем-то ошиблись, можно восстановить кнопочкой B все, что у вас было в последний раз сохранено. Нажимаем. И она опять в том же месте, с тем же набором и с тем же количеством кнопок. Ну, все. Пока все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...